Два дня напряженной работы позади, и вот долгожданный момент триумфа победителей. В треке «Туризм» самым ярким стал проект команды «Нетшейпер», в которой объединились опыт и молодость. Они разработали сервис, который объединяет в себе множество возможностей как для самих туристов, так и для тех, кто встречает гостей. В одном приложении креативные сообщества смогут анонсировать свою деятельность, а их зрители составлять маршруты для проведения культурного досуга. Нам он очень интересен, так и потребитель. И у нас есть технические навыки, знания для того, чтобы суметь это сделать. Потому что команда подобралась, с одной стороны, с точки зрения туристического продукта, как основа, а с другой стороны, технологическая команда, которая может сделать продукты технологические. Еще одна команда, чей проект скоро будет реализован в городе, это коллектив «Пряник», победивший в направлении концепт. Их идея – создание сувенирного магазина нового формата, который через переосмысление жизни Алексея Толстого сможет поведать туристам о волжском гедонизме и позволит им забрать домой по-настоящему уникальный подарок на память. Мы болеем за хорошую сувенирную продукцию и, в общем-то, это мотивировало прийти на Хакатон. Нам очень хочется создать что-то действительно интересное, уникальное, чтобы привлекать внимание и уведет покупателя от обычных магнитиков. В треке «Образование» победила команда «Поехали вместе» с идеей практических тренингов для молодых предпринимателей по поиску партнеров. В треке «Технологии» деньги на разработку приложения для упрощения взаимодействия гостей, владельцев и резидентов творческих кластеров получит команда «Эти лапки». А в направлении комьюнити лучшими стали «Руками не трогать, замечания не делать», которые хотят в одном месте объединить творческих и креативных людей. Мы хотим, конечно, чтобы в первую очередь эти ребята, те идеи, которые они сегодня продвигают для собственного развития, для развития, может быть, в будущем своего бизнеса, оставались здесь и работали на благо региона и на благо этих ребят, создавая необычные креативные какие-то форматы. Правительство региона внимание окажет не только победителям Хакатона. Одни проекты будут рекомендованы к реализации, а некоторым командам помогут улучшить и доработать свои идеи. Такие возможности были предусмотрены на самом Хакатоне. Эксперты, читающие лекции, делились опытом создания своих сообществ, творческих кластеров и фестивалей, объединяющих единомышленников. Все очень здорово организовано. Мне очень понравились ребята, которые это делают, подход. Те эксперты, которых подобрали, люди, которые приходят слушать. То есть не только ребята, участвующие в Хакатоне, но и обычные горожане. Их было много. И даже люди, у которых не было запроса на какие-то темы, очень внимательно слушали о том, что сейчас происходит в этой индустрии. И это очень здорово. Я, честно говоря, такого теплого, душевного, отзывчего приема вообще нигде не встречала. Красивым завершающим аккордом Хакатона стала церемония закрытия на крыше станкозавода под светом волжского заката. Это закрепило представление о том, что креативу на Волге по силам стать новым городским узнаваемым брендом. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.